Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 446 из учебника математика 6 класс Веленкин Жохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, выполните действия. И даны у нас произведения дробей. В этом видео мы рассмотрим произведение от А до З, а в следующем уже вторую часть данного задания. Итак, для того, чтобы нам выполнить данное задание, нужно знать, как умножать дроби, даже не просто дроби, а смешанные. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Ну а для тех, кто посмотрел видео или умеет уже это делать, переходим сразу к практике. Но если ты не знаешь, как это делается, обязательно посмотри видео, иначе в практике ты ничего не поймешь, как делать. Ну, может быть, за мной поймешь, но сам сделать уже или сама сделать не сможешь. Итак, первое, что у нас 1,2 умножить на 1,1. Первое, что нужно сделать, это перевести в неправильную дробь. Здесь у нас 1 на 7 плюс 2, это 9 седьмых, а здесь 1 на 4 плюс 1, 5 четвертых. Записываем это. Теперь, чтобы умножить две дроби, нужно в числителе записать произведение числителей, а в знаменателе произведение знаменателей. Запишем. Теперь, если есть что-то сократить, то можно сократить. Ничего у нас здесь не сокращается с числителем и знаменателем, значит, переходим к умножению. 9 на 5, 45, здесь 28. Можем выделить целую часть, да. 45 отнять 28, это остается 17,28. То есть, 1,1728. Переходим ко второму произведению под буквой B. Итак, видим, что здесь тоже есть целая часть и нужно переводить в неправильную дробь. 4 на 3, 12, плюс 2, 14. То есть, 14 третьих. И умножаем на 2 пятых. Снова в числителе умножаем числителем, в знаменателе, знаменателе. Смотрим, что можно сократить. Ничего не сокращается, значит, умножаем. Получается 28,15. Ну, можем выделить целую часть. 28 отнять 15, будет 13,15. То есть, 1,1315. Дальше 1,3,5 на 3, 3,4. Снова переводим в неправильную дробь. 1 на 5 и плюс 3, это 8,5. 3 на 4 плюс 3, это 15,4. Записали. Умножаем числители и умножаем знаменатели отдельно. Так, ну, здесь мы уже можем сократить. 8 и 4 у нас сокращаются на 4. То есть, здесь будет 2, здесь будет 1. 15 и 5 сокращается на 5. Здесь будет 1, а здесь будет 3. То есть, получается, у нас здесь остается 2 на 3, а здесь 1 на 1. То есть, получается, просто 6. Потому что 6 разделить черта дроби на 1. Будет просто 6. 4,9 на 2,3. Переводим 2,3 в неправильную дробь. 2 на 4, 8 и плюс 3, 11. Теперь умножаем числители и умножаем знаменатели отдельно. Смотрим, что можно сократить. 4 и 4 сокращаются. Остается у нас только 11,9. Можем выделить целую часть. 11 минус 9, это будет 2. То есть, 1,2 девятых. Так, под буквой D у нас опять есть целая часть. Переводим неправильную дробь. 2 на 4, 8 плюс 3, 11 четвертых получается. Умножить на 4,11. Умножаем числители и умножаем знаменатели отдельно. И видим, что 11 и 11 у нас сокращаются. 4 и 4 сокращаются. В итоге остается не 0, а, конечно же, единица. Потому что сокращаются, это значит, мы делим их на одно и то же число. 11 мы делим на 11, 11 делим на 11. Это по единичке будет. И 4 и 4 мы делим на 4. То есть, будет 1 умножить на 1, 1 умножить на 1. Понятно, что это будет просто единица. Так, следующее. Переводим в неправильную дробь. 1 на 4 плюс 3, 7 четвертых. 1 на 7 плюс 5, 12 седьмых. Умножаем числители отдельно. Знаменатели отдельно. Ну, как бы числители в числитель, знаменатели в знаменатель. Смотрим, что мы можем сократить. 7 и 7 мы можем сократить. И 12 на 4. Но здесь мы можем сразу посчитать, да, 12 разделить черта дроби на 4. Это будет 3. То есть, мы так и запишем, что это будет просто троечка. Так, теперь, в любом случае, даже здесь, если у нас просто число, нужно переводить в неправильную дробь. Итак, это будет 3 на 4 плюс 1. Получается 13 четвертых. А четверочка это как 4 первых. Да? Записываем. Умножаем числители и умножаем знаменатели. Ну, я единичку не буду писать. Понятно, что 4 на 1 это 4. 4 и 4 у нас сократится и останется просто 13. Так, и последнее произведение в данном видео. 10 мы тоже представим как 10 первых, да, как вот здесь. А 5 целых 2 вторых, 2 пятых переводим в неправильную дробь. 5 на 5. 25 плюс 2, 27. То есть, будет 10 первых на 27 пятых. Умножаем числители в числители и знаменатели в знаменатель. Ну, здесь единичку я не буду брать, я беру просто 5, потому что понятно, что 1 на 5 это 5. 5 и 10 мы можем сократить на 5. Здесь у нас вообще останется единица. А здесь у нас останется двойка. 2 на 27 это 54. И если разделим на 1, это будет все равно 54. Да? Записали. Вот и все. В принципе, на этом мы первую часть данного задания закончили. Переходи по ссылке в описании на наш сайт. Там ты можешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, поставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Продолжение следует...